Распространение опасной эпидемии в мире еще не прекратилось. Ситуации в государствах разные. К примеру, эпидемиологическая ситуация в США нормализуется до конца года. Ограничения в других странах пока жесткие. Более подробнее в следующем сюжете. В Российской Федерации резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. По официальным данным, за минувшие сутки почти 26 тысяч человек были диагностированы с COVID-19. Умерло 890 пациентов. В связи с этим российские регионы вводят новые ограничения. Например, в Уфе и Перми снова запустят систему QR-кода. В некоторых регионах все спортивные и религиозные мероприятия были отменены. А для людей старше 65 лет была обязательно самоизоляция. А бюджетников в Ростовской области переведут на удаленный формат работы. Европа пополняет список стран с высоким риском коронавируса. Германия объявила Румынию и Литву опасными странами по COVID-19. До сих пор среди стран ЕС в красной зоне относилась Словения. А теперь и Беларусь вошла в число зон повышенного риска. Граждане, въезжающие в Германию без сертификата о вакцинации, будут отправлены на 10-дневный карантин. Выйти из карантина с отрицательным результатом теста можно только на пятый день. Всего в список высокого риска по всему миру включено около 70 стран. В городе Харгос и Литвской автономной области Синьцзян-Уйгульского автономного округа Китая выявлено два человека, заболевших коронавирусом бессимптомно. В связи с этим в аэропорту города Кульджа, расположенном в 90 километрах от города Харгос, отменено 70% рейсов. По данным местных СМИ, в понедельник прекратилось железнодорожное и автобусное сообщение, связывающее город Кульджа с другими населенными пунктами. Кроме того, в воздушной гавани города Урумчи задержаны 165 рейсов. В связи с возобновлением вспышки коронавируса Синьцзяне, власти Гуанчжоу и других мегаполисов требуют от приезжих из городов Харгос и Кульджа в обязательном порядке предоставить данные о состоянии здоровья по месту жительства. Режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 полностью отменен в Японии. Режим, установленный в Токио и в 18 других префектурах, был завершен из-за снижения числа случаев заражения коронавирусом в стране. В Японии заболеваемость снижается с 20 августа. В США текущая волна коронавируса, связанная с Дельта-штаммом, полностью прекращается. Но пока рано говорить о том, что эпидемия по всему миру окончательно исчезнет. Об этом заявил бывший руководитель управления по контролю за продуктами и лекарствами этой страны. Оказалось, что большинство пациентов, инфицированных Дельта-штаммом, живут в Северных Штатах Америки. Специалист уверен, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется до конца года. Австралия принимает иностранных туристов только со следующего года. Об этом заявил премьер-министр этой страны. До сих пор правительство планирует вакцинировать 80% населения внутри страны. А до конца этого года приоритет будет отдан приему квалифицированных мигрантов и студентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова